Здравствуй, дорогой зритель! Меня зовут Богатейший Ди. И добро пожаловать в новое агрессивное видео. Мы видели, как весь крипторынок откорректировался. Эта коррекция сопровождается паническими разговорами в социальных сетях. Люди сейчас очень эмоциональны и психологически неустойчивы. Это показывает только лишь то, насколько многие не готовы к инвестициям в криптовалюты. Но я могу твердо сказать, я становлюсь только оптимистичнее, когда вижу, как рынок истекает кровью. Биткоин за 40 тысяч долларов, эфириум ниже 3 тысяч долларов, кардана за 2 доллара, XRP ниже доллара и, наконец-таки, Stellar Lumens за 28 центов. Все это отличные точки для входа. Те самые точки входа, о которых люди просили еще несколько недель назад, о которых они мечтали. Мы любим булраны и рост. Но некоторые люди не могут воспринимать падение. Но падение и есть те самые моменты, когда самое большое богатство и создается. Запомни, медвежьи рынки – это время, когда гении становятся миллионерами. Но, к сожалению, во время бычих рынков абсолютно каждый человек видит именно себя гением. Настоящие гении – это те, кто использует такие возможности, как крах рынка. Меня спрашивают, конец ли это для булрана биткоина. Я думаю, это еще не финал. XRP-аналитик Роберт Арт пишет, что будет еще одна последняя взрывная фаза рынка. Это будет blow-off топ. И множество миллионеров будет создано. Но это потом. Сейчас же создается фонд для коллапса традиционного рынка. Этот кризис здравоохранения уже давно стал причиной, почему вся система сейчас работает только благодаря аппарату искусственного поддержания жизни. Но это не может продолжаться бесконечно. И последние события показывают нам, что происходит на самом деле в этой реанимации. CNN Business пишет, Китай переживает момент Лемон Бразерс. Другими словами, коллапс китайской компании Evergrande может стать новым Лемон Бразерсом. Уолл-стрит при этом абсолютно невозмутима. Если они так невозмутимы, то я могу лишь предположить, что они сами изстроят этот фонд для происходящего коллапса. 13 лет назад Лемон Бразерс обанкротился, и это банкротство показало нам, что коллапс всего лишь одного предприятия может вызывать потрясение по всему миру. Это, ребята, как волны от брошенного камня. Отголоски краха Лемон Бразерс раздаются и сегодня, когда на другом конце света в Китае крупнейший застройщик балансирует на грани дефолта. В чем заключаются риски? Они заключаются в том, что крах Evergrande, китайской компании по недвижимости с долгами около 300 миллиардов долларов, может запустить цепную реакцию, которая выйдет далеко за границы Китая. Некоторые люди боятся, что в том числе пострадает и американский фондовый рынок. Evergrande должен был заплатить проценты по банковским долгам в понедельник и во вторник. Но китайские власти сказали, что даже после этих дней компания не сможет выплачивать долги. Кроме этого, 16 сентября компания остановила торговлю активами после снижения своего кредитного рейтинга. На этом скриншоте мы видим путь Evergrande к тому, чтобы стать компанией, которая несет системный риск в финансовый мир. И теперь мы видим это свободное падение компании. Может ли это быть новым моментом Lemon Brothers, коллапс которого привел катастрофе на фондовых рынках? Это и есть тот самый Черный Лебедь. Он разыгрывается прямо сейчас. И мы ждали его, потому что со времен Черного Лебедя в марте 2020 мы до сих пор не видели таких. Но, друзья, этот Черный Лебедь не остановит криптовалютный буллран. Я думаю, он может его только лишь приостановить. Твой вопрос, а что же делать? По моему мнению, криптовалюта сейчас является настолько же самым рискованным активом, насколько и самым безопасным. Возможно ли коррекция сейчас еще на 50-70%? Конечно. Она всегда возможна. Но я верю, что спустя 3-4 года от этого момента благодаря криптовалюте появится больше миллионеров, чем когда-либо благодаря другому классу активов. И каждый крах, каждый коллапс или падение не только хорошая финансовая возможность, но также и маленький незаметный холмик на глобальной картине. И эти коррекции, которые мы наблюдаем сейчас, в будущем будут выглядеть точно так же, как эти. Биткоин-кошелек, спавший 9 лет, вчера внезапно проснулся. На его балансе было 616 биткоинов, которые владелец купил за 13 долларов каждый, вложив около 8000 долларов. Именно столько стоили 616 биткоинов 12 декабря 2012 года. С тех пор ни одна монетка так и не покинула этот кошелек. Он был мертвым до 19 сентября 2021 года. Именно в этот день владелец этого биткоин-кошелька полностью продал свои биткоины за 29,4 миллиона долларов. Таким образом, за 9 лет инвестиция в биткоин принесла ему 359 тысяч процентов. Это не должно тебя напугать, мол, старинный биткоин-кошелек спустя 9 лет взял и продал все, что у него было. Наоборот, это должно тебя научить. Инвестиции в биткоин это очень просто. Просто купи и держи 9 лет. И все. Неужели это так сложно? Только так ты будешь полностью в безопасности. Никакие рыночные манипуляции тебе не страшны. Как, например, это? После многих лет безупречной чистоты сейчас ФРС вызывает множество вопросов, и вокруг поведения официальных лиц ФРС разгораются споры. ФРС США уже на следующей неделе проведет большое совещание, которое пройдет в атмосфере этической дилеммы. Смешно упоминать ФРС и этику в одном предложении, не так ли? ФРС живет за счет своего авторитета, но некоторые из недавних проблем могут его подорвать. Какой авторитет? Мы уже давно не верим ФРС и Центральным банкам. Мистер Вейл у себя в Твиттере опубликовал этот пост. Мы видим, что во время коронавирусного падения вот здесь официальные лица ФРС накопили очень много активов. И сейчас, разогнав этот рынок собственноручно, они продают прямо на пике абсолютно все эти активы, которые накопили вот здесь. Что и привело к падению всех рынков глобально. Но я не думаю, что это уже конец потрясений. Нас ожидают еще не одни потрясения впереди, ведь министр финансов Джанет Йеллен вновь призывает Конгресс США поднять или хотя бы приостановить потолок национального долга США, чтобы избежать широкомасштабной экономической катастрофы. Это тоже часть нарратива, который они строят. Я думаю, они все-таки поднимут этот потолок. Но если нет... Если нет, то даже страшно представить, что будет. Ты не заметил, что люди стали слишком жадными? Люди тратят все со своих кредитных карт до последней копейки. Это несуществующие деньги, которые мы берем в долг, чтобы потом отдавать те деньги, которые заработаны большим трудом. Мы покупаем вещи, которые не можем себе позволить. Поверь мне, это будет иметь последствия. И их расхлебывать придется нам, тому самому новому поколению, которое пришло на смену Baby Boomerang. Но давай вернемся к криптовалюте. Где тоже строится нарратив на будущее, чтобы обвалить криптовалютный рынок после этого буллрана. Замечу, спекулятивного буллрана, а не буллрана из-за полезности крипты. Буллран полезности криптовалют еще наступит, но не сегодня, а после очередного медвежьего рынка. Это будет самый важный буллран в истории криптовалюты. И этот буллран полезности принесет нам самое главное, того, чего сейчас очень не хватает. Это стабильность вместо волатильности. Сейчас цены криптовалют крайне нестабильны, а значит мы наблюдаем только лишь спекулятивный буллран. Я думаю, что именно буллран полезности создаст очень много миллионеров. Особенно среди тех людей, которые переживут все эти потрясения, что нас ожидают. Далее цитаты Гэри Генцлера, председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США. Криптовалютные биржи продают то, что мы считаем ценными бумагами. Не заблуждайтесь, мы идем за криптовалютными биржами. Не будет никаких разъяснений или предупредительных выстрелов. Как тебе такой нарратив? Регулятивный шок – вот что ожидает нас после спекулятивного буллрана. Буллран полезности – вот что ожидает нас после регулятивного шока. Я вижу будущее криптовалюты именно так. Bloomberg пишет, что регуляторы США прямо сейчас изучают бинанс на предмет инсайдерской торговли. В последние месяцы бинанс постоянно терпит удары от регуляторов во многих странах. У меня есть вопрос, а кто будет исследовать саму ФРС США на предмет инсайдерской торговли? В Южной Корее уже закрывают криптовалютные биржи. Мы говорили об этом вчера. 40 криптовалютных бирж будут закрыты уже на следующей неделе. Я хочу сказать, что этот спекулятивный буллран еще не закончен. Тебе нужно будет после достижения новых пиков обязательно частично фиксировать прибыли, прежде чем он будет закончен. Самая большая ошибка, которую я допустил в прошлом буллране 2017-го – это игнорирование этого правила. Я не фиксировал прибыли. Я поддался жадности. Я не говорю «продавай все, что у тебя есть», я говорю «частично фиксируй прибыль». Например, 25% если ты сделал 4 икса, 30% если 3 икса. Но никогда не продавай весь свой портфель. Знай это. Но также знай еще одну важную вещь. Я часто читаю комментарии, почему бы не продать всю криптовалюту на пике, а потом не откупить ее на дне после масштабной коррекции. В этом есть логика, я это понимаю. Но это еще опаснее. Питер Линч, легенда в мире инвестиций, однажды сказал одну очень-очень интересную фразу. Больше людей потеряли деньги в ожидании коррекции, чем на самой коррекции. Многие люди просто ждут. Я знаю много таких ждунов, они ждут и ждут этих коррекций. А знаешь, что после коррекции они делают? Ждут еще больших коррекций. Ты можешь просто не дождаться этой коррекции. Я лучше пройду через все коррекции и получу прибыль на протяжении трех лет, чем буду ждать эти коррекции и в итоге пропущу все. Вместо того, чтобы ждать еще больших коррекций, я откупал почти все коррекции, которые успевал. И сейчас, спустя годы, я об этом совсем не жалею. Каждая коррекция лишь большая финансовая возможность для меня. И напоследок хочу закончить еще одной частью, еще одним кирпичиком этого нарратива, который они строят. Связан он со стейблкоинами и тезером. Официальные лица Министерства финансов США заявляют, что стейблкоин и тезер несут в себе системные риски и требуют строгого надзора. Что ж, очевидно, Гэри Гэнслер будет атаковать и стейблкоины. Ведь официалы боятся, что стейблкоины из мира криптовалют могут угрожать финансовой стабильности. Я могу сказать лишь одно, что все хорошо, ведь тезер обеспечен облигациями Эвергранд, а значит беспокоиться не о чем. Это была шутка, если что. По моему мнению, мы все еще можем увидеть продолжение Буллрана. Этот черный лебедь, который случился, лишь приостановил его, но не закончил. Это будет финальный рывок. Это будет то, что называется Блоуф Оф Топ. Взрывная вершина. А пока что держимся и холдим, и покупаем чертовы просадки. Меня зовут Богатейший Ди, как всегда. Я благодарен каждому за просмотр и поддержку лайком. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в субтитры сделал DimaTorzok